привет значит сегодня мы решили сделать новую такую передачу начать на нашем канале то есть вот у нас есть соцопрос есть мнение зрителей о фильме которая по просмотрам еще меньше и хуже чем соцопрос значит еще мы решили сделать такие вот обзоры на тему там события какого-то происшествия только тогда когда там средствах массовой информации или там в интернете не было сказано главного то есть не сказали суть потому что нет смысла сто раз повторять одно и то же за кем-то да ради того что там просмотры подписчики то есть в общем то нам все равно на это то есть главное чтобы прозвучало мнение которое до этого не прозвучало если как бы все сказано на данную тему то тогда мы конечно не будем уже никуда вставлять свои 5 копеек не исключаю что после вот этих вот обзоров кто-то там даже после сегодняшнего отпишется от нас потому что ну скажем жестко на самом деле как есть вот поэтому наверняка кто-то недоволен останется таким цинизмом и может отписаться от нас ничего страшного в этом нет изначально мы хотели начать первый обзор хотели сделать на тему оппозиции оппозиции в россии и главного ее представителя ну может быть не самого глубокого но самого яркого это навального то есть рассказать факты про навального все вместе и и про его фонд борьбы с коррупцией так называемый то есть но решили начать с другой темы потому что вот под последним видео где мнение зрителей о фильме фильм фильм последствия то есть под ним нам человек написал комментарий сейчас я прочитаю этот комментарий и мы ответим как бы по сути будет ответ на его комментарий это видео так вот комментарий под видео значит иван иванов что парень шугнули тебя власти знак вопроса ха-ха-ха решил забить на политические вопросы знак вопроса не она и видно так безопаснее ха-ха-ха я тебя ждал видео про взрыв в питере мы все соболезную дальше крупно а ты о чем будь с тобой совесть вот значит вот такой комментарий оставил человек но на самом деле много что написал очень содержательно не показалось в одном в одном комментарии несколько тем так поднял сейчас ответим на него что касается вот этого ивана иванова кто мне написал я тебя помню как ты мне написал первый раз это было примерно полгода назад ты такой странный я не знаю парень наверно мне кажется вряд ли ты девушка ты вначале на меня наезжал я помню то есть ты начал комментарии какие-то негативные писал там материл меня что-то со мной был не согласен то есть потом после этого ты как-то успокоился успокоился немного и нейтрально так стал со мной разговаривать после вот ты даже хвалить меня начал там есть и твои хорошие комментарии я как все комментарии читаю вот мне запомнился на самом деле и уже после того как ты меня хвалил ты даже за меня заступался где-то под каким-то видео кто-то меня там материл то есть ты за меня там впрягался пытался спорить я это все читал не знаю там тролль ты не тролль там реально это ты свое мнение пиши или нереально самом деле я как бы не верю во всех этих троллей что там кому-то делать нечего чтобы болтаться по каналам 600 подписчиков какой в этом смысл то вот то есть поэтому ну так допустим что ты абсолютно нормальный человек обычный просто имеющий свое мнение начал ты власть наехала на тебя но вот на меня пока никто не наезжал смысле властей но вот если наедет да то я там не знаю ты любой нормальный человек то есть у которого нету там денег адвокатов до каких-то он естественно будет как-то выкручиваться из этой ситуации которая может сложиться экстремальная ситуация когда на тебя кто-то наезжает кто-то что-то от тебя требует то есть я не знаю есть те там нож горло приставит или пистолет у тебя вот начнут у затылка передергивать то наверное нет ничего страшного то есть ты испугаешься тут просто пытаюсь сказать что ты там есть на тебя наедут и что испугался до испугаешься я и ты испугаемся и это абсолютно нормально то есть с другой стороны есть ты не знаю как ты как ты мертвый будешь отстаивать свою гражданскую позицию то есть главное это для тебя живым остаться и не инвалидом а дальше смотри по ситуации это вот по поводу того испугался там или не испугался но с другой стороны тоже все мы умрем рано или поздно еще не известно кто и как легче и когда дальше ты пишешь решил забить на политические вопросы ну вот слушай я вообще аполитичен абсолютно то есть это не я лес какую-то политику она мне нафиг не нужна это она ко мне залезла начиная с 2008 года и ко всем остальным людям тоже то есть вот до 2008 года как бы путину и его режиму было все равно на народ то есть у них свои дела да у нас свои то есть после 2008 законно находиться у власти шансов нету то есть поэтому давят как бы пытаются урвать с народа по максимуму законов какие-то принимают то есть от которых становится только хуже опять-таки вот эти выборы не пойми какие там ходит на них вообще кто не ходит куда там эти 86 процентов берутся то есть вот это это не я политикой занимаюсь это она к нам пришла эта политика по-прежнему то есть большинство за путина за его режим не знаю там пассивно активно главное что они не против него вот большинство не против даже может не за но и не против по-прежнему 90 процентов людей ничего не волнует то есть вот не политика там ничего вообще то есть абсолютно вот любой вопрос задаешь какой-то мы вот на соцопросе задаем да не их дело то есть а на самом-то деле мы не про политику спрашивают а про их жизнь но и им до этой жизни нет никакого дела до своей собственной даже пока не началось то есть не интересно как бы народ имеют да а им не интересно чё кто даже узнать почему с какой стати не интересует занимайтесь дальше своими делами взрывайтесь в вагонах это ваши дела вот хочется спросить то что даже соцопрос показал что взрываться и скорбить это дело народа но я не знаю хотя бы подумать о том что кто за этим стоит это дело только вот единиц то есть каких-то там блогеров не знаю средств массовой информации то есть обычным людям что им в общем то все равно они не озадачиваются хотя ездят метро каждый день дальше ты пишешь я тебя ждал видео про взрыв в питере ну я так понимаю ты соцопрос ждал до то что мы других то пока и не снимали то есть но вопрос у нас соцопросе стоял так что кто стоит за взрывом вагона в метро в питере 3 апреля 2017 года варианты ответов были спецслужбы игил и кто-то другой как другая версия либо человек сам свою какую-то версию скажет либо вообще не те и не те а кто-то другие вот такой соцопрос провели он уже готов после этого видео посмотрите и и 2 там был такой вопрос как подстраховывали вот этот взрыв эта политика или нет то есть тоже послушайте что нам люди ответили дальше мы все скорбим ты пишешь ты правильно сказал что нужно освещать обсуждать это все просто как бы нам не хочется повторять за кем-то другим у нас была возможность выйти на улицу через два часа после того как это случилось вот я узнал через час через два часа то есть вот мы уже могли быть и на сенной площади где угодно но опять-таки то есть задавать людям вопросы да большинство бы узнала от нас про этот взрыв то что я сам узнал случайно не из другого города позвонили не из питера то есть если у тебя телевизор не включен там в интернете ты не сидишь не читаешь новости ты не узнаешь то есть большинство людей от нас узнала про то что взорвалось что-то стали бы у нас спрашивать а наткнуться на человека который свидетель непосредственно этих событий этого теракта шансов мало и в общем тоже получилось бы что мы бежим вдогонку там я не знаю за центральными каналами телевидения или за блогерами у которых там по миллиону подписок по куче просмотров то есть но нет в этом смысла все равно у нас получилось хуже чтобы проанализировать ситуацию хоть как-то нужно что прошло хоть какое-то время даже не только для нас но и людей которые будут отвечать спрашиваешь когда про законы про путина то есть про что угодно любой вопрос о жизни общества человек отвечает я политикой не интересуюсь я я вот допускаю что человек что-то там не слышал чего-то не знает да но почему он мнение то своего ни на что не имеет вот это же странно то есть мы же ему задаем вопрос какой-то любой и он нам не может свое большинство не может сказать свое мнение о нем то есть там вот тоже многие всегда пишут про это что боятся в это никто ничего не боится всем пофиг чего бояться то что после того как ты ответил какому-то блогеру неудачнику к тебе придет кто-то да ну это глупо никто никуда не придет то есть отвечать ты что угодно просто у людей как бы ничего не волнует нет у них никакого мнения единственное что их волнует что мои дураками не выглядели когда их снимают вот об этом вот этого они боятся отвечать про путина или про что-то не боятся они забудь об этом вообще то есть если вот так вот логично рассуждать то если иметь свое мнение это не их дело не дело народа то их дело тогда взрыв взрываться в этих вагонах потом скорбить ставить фотки со свечками в контакте у себя на стене даже просто смешно если вы все так соболезнуете вот как сейчас и скорбите то чудо взрыва то вам на все было пофиг и не интересовались вы типа политикой этот взрыв он ожидаемо полностью вот для любого нормального человека который живет в россии последние там я не знаю 17 лет он был ожидаем то есть кто любит путина он его должен ждать был от игил что вот мы залезли в сирию вот вам привет ну допустим что это так для тех кто не любит путина ну вот пусть и же помнят этот сахар в девяносто девятом году рязанский то есть как бы если все занимаются своими делами одни кладут на всех и и взрывают вагоны или допускают чтобы они взрывали а у других дела взрываться в этих вагонах то где интрига то что нам спрашивать то есть люди занимаются все своими делами одни взрываются в вагонах другие их взрывают какие вопросы могут быть понятно что наверняка среди погибших и пострадавших были люди которым не все равно и до этого было всегда в такие ситуации оказываются люди которые ни при чем без этого ни один теракт не обходится надо причинах хотя бы думать а не только последствиям усолить в контакте вот можем предположить что хотели этим взрывом добиться то есть заполнить информационное поле то есть чтобы не говорили ни о протестах не о проблемах стране говорили про взрыв заполнили у них это перри получилось то есть внимание переключили все скорбят никто ни о чем не думает кроме этого хотели запреты митингов сделать сделали то есть теперь но я не знаю насколько потому что по-моему вот этот последний 12-тысячный митинг 26 марта он по-моему был не санкционированный то есть никто разрешение на него не давал поэтому я не знаю можете запреты они тоже ни к чему особо-то и не приведут ну тем не менее соболезновать вот так вот какая сейчас волна соболезнования поднялась можно каким-то несчастным случаем я не знаю там человек есть на аттракционах пошел кататься бац там вылетел до погиб то есть или шел по улице балкон на него упал хотя это тоже все просто так не случается ну допустим вот здесь это ты не несчастный случай здесь как бы идет война по сути либо гражданская либо террористическая либо это это и вот это то что произошло то больше на начало похоже они на конец народ безвольный то есть с ним можно делать что угодно власти это видят сейчас то есть вот например восемьдесят девятом году вот пример того как поменялось общество восемьдесят девятом году останови на улице любого человека но вот от 16 лет задай вопрос про советскую власть 90 процентов скажет против то есть нафиг эту закрытую границу давай частное предпринимательство то есть все как нормальных странах сейчас еще нужно поискать человека который против путина и против режима они конечно же есть но это не 90 процентов то есть это наиза как как не ну пополам может и как я сказал что дело то ни в каких не страхах людям просто все равно у них свои дела то есть вот например говоришь человеку что доллар там был 30 рублей стал 60 а он тебе в ответ говорит что ты мне наплевать что 60 я зарплату в рублях получаю к мне разница ну вот я не знаю тогда что тут сказать на это то есть не зависит ни от путина не от доллара но при этом имеет все шансы взорваться в вагоне поэтому и скорбит все смотрите соцопрос пока